Приветствую, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас торник, 14 февраля. Поздравляю всех влюбленных с этим днем. Ну а мы обсудим патовую ситуацию в нашей национальной валюте, поговорим о некоторых прогнозах по нашему российскому фондовому рынку, чего ждать от национальной валюты, ну и, конечно же, поговорим о важнейшем событии, это в 16.30, выход данных по инфляции в Соединенных Штатах Америки. С вас по традиции лайк, подписка, пару слов, комментарии, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши обзоры мы с вами начинаем с ситуации именно на фондовых площадках. Ситуация сейчас на текущий момент в мире выглядит именно нейтральной. Все ждут пол пятого вечера по Москве, когда будет опубликован индекс потребительских цен в Соединенных Штатах Америки. Но давайте обо всем по порядку. Япония в плюсе, Китай в небольшом минусе, европейцы тоже в небольшом плюсе находятся. А вот именно говорю еще раз, американские фьючерсы стоят в нулевых значениях, и все ждут вот этого времени, когда будет опубликован основной и базовый индекс потребительских цен. Игрокам сейчас необходимо иметь полнейшее понимание того, а что будет дальше предпринимать Федеральная Резервная Система. Потому что предыдущие экономические данные, которые мы с вами получили полторы недели назад, а именно это данные по рынку труда США, очень сильно напугали игроков на американском фондовом рынке. Мы с вами видим рекордную низкую безработицу. Мы с вами видим, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе очень сильно увеличилось. Конечно же, это играет в плюс именно проинфляционным риском. И, конечно же, после этого члены Федеральной Резервной Системы, все как один, говорят о том, что они пока что не намерены смягчать свою денежно-кредитную политику. И сегодня нам данные по инфляции как раз-таки дадут полнейшее понимание, так ли действует, правильно ли действует Федеральная Резервная Система США, или же наоборот, они какие-то ошибки допускают. Здесь стоит отметить, что, скорее всего, мы с вами увидим приостановку снижения темпов инфляции в Соединенных Штатах Америки. Почему это может произойти? Ну, первое, да, это рынок труда, а второй момент, это, конечно же, цены на энергоносители. В частности, в Соединенных Штатах Америки за январь месяц 2023 года цены на бензин вновь взлетели на полдоллара вверх, а это, конечно же, будет отражаться и на конечном продукте. Поэтому внимательно ждем, что там будет происходить в Соединенных Штатах Америки. В полпятого вечера внимательно будьте осторожны, потому что, несмотря на то, что S&P 500 запрыгнул за уровень 4100, он в моменте может точно так же и обвалиться. Мы всегда с вами помним, да, когда выходят данные по индексу потребительских цен, бешеная волатильность происходит, что на американском фондовом рынке, это очень сильно может отразиться и на товарно-сырьевых рынках. В частности, это может касаться и рынка черного золота, и рынка драгоценных металлов. В частности, конечно же, это будет касаться и золота. Стоит сказать, что несмотря на то, что большинство, да, мировых индексов сегодня находятся в зеленой зоне, вот именно российский фондовый рынок перешел к планомерному коррекционному движению. Индекс московской биржи торгуется минус почти полтора процента. Мы вновь торгуемся ниже важнейшего уровня в 2250 пунктах. Мы на прошлой неделе с вами подробнейшим образом обсуждали, да, с чем это может быть связано, и что у быков уже не остается сил для прохода вот уже на уровне 2300-2350. Необходимо остудить наш российский рынок перед так называемым дивидендным сезоном. И, к слову сказать, февраль и март месяц – это сезонные месяцы, когда наш российский фондовый рынок остужается и готовится к так называемому дивидендному ралли. Ну и, конечно же, здесь есть фундаментальные причины. Мы о них с вами говорили еще на прошлой неделе. Кто не смотрел наши видеообзоры, обязательно посмотрите. Посмотрите итоги недели. Мы вкратце все это обговорили. Ну и, конечно же, наш российский фондовый рынок ждет важнейшего события. Это 21 февраля, когда будет выступать президент нашей страны Владимир Путин. И здесь очень много сейчас есть гипотез, что именно будет говорить президент Российской Федерации, какую типа риторику он займет, будет ли эскалация конфликта, будет ли деэскалация конфликта. Мы сейчас подробнейшим образом попытаемся поговорить, что может произойти либо из положительной риторики, либо из отрицательной риторики президента Российской Федерации. Посмотрим еще и на индекс РТС. Это основной и главный наш индекс по российскому рынку. Он торгуется уже в районе 950 пунктов. А фьючерс на РТС мартовский подошел к первой цели в 96 тысяч. Эта цель была обозначена мной, ребятам в премиум чате, как одна из первейших. Если кто не знает или впервые на нашем канале, мы в декабре зашли в шорт по фьючерсу РТС со 103 тысяч. И вот сейчас мы приближаемся к первой цели в 96 тысяч. Остальные цели там ребятам в нашем премиум чате я подробнейшим образом расписал. Конечно же, наш российский индекс РТС теряет свои позиции из-за того, что наша национальная валюта, рубль, продолжает медленно, но верно девальвироваться. Да, мы не видим таких мощных импульсов, как это происходило в конце декабря 2022 года, когда наш рубль потерял очень резко. В моменте в день мы теряли по 3,6%. Сейчас, конечно же, этого не происходит. Конечно, здесь несколько факторов играют роль, в том числе и включился наш регулятор, Центральный банк. Он проводит валютные интервенции. И, конечно же, из-за этого такой бешеной волатильности не происходит. Но на прошлой неделе мы с вами обсуждали уже такую ситуацию, что нашему российскому правительству, российскому государству, просто необходимо сейчас девальвировать нашу национальную валюту из-за того, что необходимо затыкать дыры в бюджетах. И это одна из причин. Но здесь точно так же играют и те новости, которые мы с вами получаем. Это, конечно же, опасения некоторых стран и призыв той же самой Канады, Германии и Франции в экстренном порядке покинуть территорию Белоруссии. И, возможно, 21 числа, когда будет выступать президент Владимир Путин, возможно, здесь какие-то новости будут сказаны. И уже правительства некоторых стран подготавливают своих граждан, чтобы избежать каких-то конфликтных ситуаций. Не стоит забывать и следующий момент. Мы на прошлой неделе об этом только вскользь упомянули. Это трагедия, которая произошла в Турции и в Сирии. Там было страшнейшее землетрясение, погибли десятки тысяч человек. Под сотню тысяч там уже и раненых. Это, конечно же, человеческая трагедия. Но у нас канал здесь про финансы, про то, как на этом можно ли зарабатывать или нельзя. И стоит напомнить следующий момент, что, конечно же, Турция является важнейшим, ключевым сейчас партнером Российской Федерации. Мы там и газовый хаб строим, да, и через именно Турцию идет тот же самый параллельный импорт. И вот сейчас такая ситуация, которая произошла, она, во-первых, сбила не от части цепочки поставок. Но здесь появляются еще определенного рода политические риски. Не стоит забывать, что президент Турции Эрдоган уже находится очень много лет у власти. И они в хороших отношениях с президентом Российской Федерации Путиным. Но сейчас накануне, ну, уже скоро в мае месяце в Турции состоятся выборы. И, конечно же, к этим выборам сейчас будет приковано внимание и игроков на российском фондовом рынке, на валютном рынке. И, возможно, да, оппозиция воспользуется этой трагической ситуацией и попытается вывести народ на различного рода демонстрации. И, возможно, да, все-таки игроки закладывают тот момент, что Эрдоган потеряет власть в Турции. А кто придет, какая риторика, да, будет у будущего президента, этого пока что никто не знает. Останется ли Турция, ну, продолжит ли Турция являться главным нашим партнером, да, либо же, наоборот, будет разворот на 180 градусов. И это тоже сейчас уже отчасти просто-напросто закладывается в риски. Поэтому эти все моменты нам необходимо с вами учитывать. Ну, а возвращаясь к теме, да, все-таки рубля, здесь необходимо сказать и следующий момент, что мы должны с вами понимать, что наша национальная валюта находится сейчас в патовой ситуации. Для этого мы возвращаемся в пятницу, когда происходило заседание Центрального банка. Выступала Эльвира Сахибзадовна, была большая пресс-конференция, был пресс-релиз от российского регулятора. И здесь мы с вами видим, что, конечно же, инфляционные риски, они сейчас очень и очень завышены у нашего населения. Центральный банк в открытую говорит о том, что население нашей с вами страны прекратило пользу, ну, уменьшило свое потребление. То есть наше население просто-напросто сейчас откладывает денежные средства, да. Нет уверенности просто-напросто в завтрашнем дне. Конечно же, здесь еще что говорит о том, и отмечает российский регулятор, что введение новых санкций, а, кстати, 10-й пакет санкций от Евросоюза уже не за горами. Они анонсировали, что 24 февраля, когда будет годовщина, да, начало специальной военной операции на Украине, будет введен новый 10-й пакет санкций. Мы уже знаем, да, о том, что под него попадут именно уже наших, ну, 4 крупных российских банка, в том числе тот же самый Альфа-банк. Ну, и еще один момент, да, конечно же, не забываем про то, что я уже вам сказал, это то, что, возможно, будет эскалация конфликта, потому что дыма без огня не бывает. Я уже об этом только что сказал, что некоторые страны призвали покинуть территорию Беларуси, а Беларусь сейчас является одним из главных ключевых союзников, ну, в этой специальной военной операции. И, конечно же, эта ситуация очень сильно может усилить инфляционные риски. Второй момент, что может произойти наоборот, да, здесь тоже необходимо иметь понимание. Мы ждем все-таки какого-то негатива от выступления Владимира Путина, и всегда, когда такая ситуация происходит, происходит вот это некое нагнетание, 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 потом выходит президент, кучу всего наговорит, воды наговорит, но ничего толком и не скажет, да, никакого негатива не скажет. А может, наоборот, он попытается в нас с вами, родимых, включить какой-то позитив, сказать, мы идем в светлое будущее, никакой эскалации конфликта не происходит. Что в этом случае будет происходить? А в этом случае происходить будет следующее, да, население все-таки может поверить президенту России и, наоборот, побежит, да, у нее появится некая определенная уверенность. Может, Путин скажет, все, никакой-то никогда мобилизации не будет. Конфликт мы вот в ближайшее время завершаем, начинаем там вопрос решать дипломатическим путем, да, или будем искать выходы на дипломатические пути. Это, конечно же, придаст оптимизм населению, и население перейдет от разряда накопления, перейдет в разряд потребления, да. В таком случае что будет происходить? Сейчас ситуация с импортом и экспортом, сами знаете, какая. И, конечно же, если все ломанутся в те же самые магазины, ну, там, в бытовую технику, там, в автосалоны и так далее, да, может, в недвижимость кто-то еще рванет, конечно же, эта ситуация тоже сколыхнет рост инфляции. А и при негативной ситуации, и при позитивной, мы с вами видим, что рост инфляции просто-напросто неизбежен. А когда будет происходить рост инфляции, конечно же, в этой ситуации происходит девальвация той национальной валюты, где происходит именно рост инфляции. Здесь тогда необходимо будет услышать риторику от Центрального банка, начнут ли они повышать ставку уже в марте месяце, когда будет следующее заседание. Но здесь мы тоже должны иметь понимание, что Центральный банк не может идти на очень сильное укрепление рубля, потому что мы с вами знаем, что дыра в бюджете огромнейшая, да, только за один месяц, январь, российский бюджет недополучил 1,76 триллионов рублей. Это 60% плана всего дефицита. Если изначально было запланировано дефицит бюджета 3,3 за 2023 год, и об этом прописывалось в бюджете, то сейчас уже говорят о 4,5-5 триллионах рублей. А если такой дефицит будет, то необходимо, конечно же, девальвировать рубль и искать помощи у бизнеса. И здесь еще один момент, который играет негативно для нашего российского фондового рынка, это заявление первого вице-премьера Белоусова, которое мы с вами услышали на прошлой неделе, когда он сказал, что некоторый крупный бизнес попросит поделиться добровольно и единоразово своими сверхдоходами. Мы это уже с вами примерную ситуацию наблюдали в прошлом году, когда увидели ситуацию по «Газпрому», когда, бац, и увеличили ему в несколько раз НДПИ. И ни о каких дивидендах в той ситуации речи идти и не могло. Что сейчас мешает сделать то же самое правительству. Многие полагают, что тот же самый Сбербанк получил сверхприбыль, ну, получает сейчас хорошую сверхприбыль, и, может быть, тот же самый Сбербанк и попросят поделиться, тех же самых аграриев попросят поделиться. Тогда ни о каких сверхдивидендах речи в 2023 году идти и не может. А если крупный бизнес не будет платить дивиденды, то и вот этого разгона на дивидендном ралли мы с вами можем и не увидеть. С ребятами из нашего премиум-чата я сейчас уже вот-вот подготовил полностью список тех бумаг, которые выглядят очень и очень привлекательно на дивидендный сезон 2023 года. Мы это подробнейшим образом уже будем разбирать в ближайшие, ну, наверное, неделю-две. Поэтому у рубля патовая ситуация. Кто находится в лонгах по доллару, либо находится в лонгах по фьючерсу, рубль-доллар, я считаю, что те цели, те прогнозы, которые мы с вами говорили, на прошлой неделе, они вполне реализуемы и, возможно, даже в моменте, если Центральный банк оперативно не сумеет вмешаться, а мы с вами знаем, что Эльвира Сахибзадовна не является таким кризис-менеджером, она делает им правильные вещи, но она их делает с небольшим запозданием. И если будет разогнан вот этот маховик паники, то в моменте рубль может смело стрельнуть в район 80-82. Повторюсь, ни о 90-х, ни о каких 100 рублях речи сейчас не идет. Здесь, конечно же, будут резко предприниматься меры. Центральный банк и Минфин уже примерно сейчас знают, как действовать. Но вот район 78, это мы точно увидим в ближайшее время. Но допускаю, что и будет разгон до 80-82. Мы эти уровни с вами хорошо помним и по прошлому, и по позапрошлому годах. Здесь уже Центральный банк начинает более или менее активно действовать. Поэтому, кто находится в шортах по РТСу, поздравляю, хорошую прибыль вы получили. Кто находится в лонгах по сишке тоже и по доллару, тоже хорошую прибыль вы получили. Об этом я обо всем рассказывал ребятам в премиум-чате, даже тогда, когда не выходили наши видеообзоры. Да, по техническим причинам видеообзоры довольно-таки продолжительное время не выходили. Но наш премиум-чат, он продолжал работать 24 на 7 и что давало возможность хорошо заработать. Напоследок, конечно же, стоит сказать, сегодня внимательно следим за товарно-сырьевым рынком. В 16.30 по Москве будет выходить данные по индексу потребительских цен, проще говоря, по инфляции. И от этого будет серьезнейшая волатильность именно на рынке черного золота и на рынке драгоценных металлов. Кто хочет присоединиться к нам в наш премиум-чат, условия попадания есть в нашем открытом телеграм-канале. Ссылка на него есть в описании, в закрепленном комментарии. Первое закрепленное сообщение в нашем телеграм-канале. Описаны все условия попадания в наш премиум-чат, где я делюсь мыслями, делюсь своими идеями, своими видами. И что политическую ситуацию пытаюсь рассказывать ребятам, и как политика иногда влияет на экономику. Мы с вами это видели прекрасно в прошлом году, когда некоторые аналитики кричали, что рубль там идет чуть ли не на 30 рублей. Вы должны были прекрасно понимать, что в прошлом году укрепление рубля было искусственно, и это требовала политика, а не экономика. Но все вернулось на свои места. Да, политика долго руководить экономическими процессами не может, и поэтому девальвацию рубля мы смело с вами увидели. Кто покупал с нами доллары в прошлом году, еще в декабре месяце, в начале декабря, на этом очень и очень хорошо заработали. На этом наше видео такое подходит к концу. Кстати, к слову сказать, сегодня в 6 часов вечера будет большой прямой эфир. Кто хочет присоединиться, можете присоединяться. Ссылка тоже будет в нашем открытом телеграм-канале. Ну а с вас по традиции лайк, подписка, нажимаем на колокольчик и оповещение все. Пару слов в комментарии. Напомню, что комментарий желательно, чтобы состоял более чем из 5 слов, тогда алгоритмы ютюба засчитывают его за активность. Ну и не забываем подписаться на наши другие сторонние сервисы. Это Яндекс.Зен, это ВКонтакте, это Инстаграм, это тот же самый Фейсбук. Ну и, конечно же, наш открытый телеграм-канал. Ссылка на все наши ресурсы есть, еще раз повторюсь, в описании и в закрепленном комментарии. Я на этом с вами сегодня уже буду прощаться. Увидимся сегодня с вами на эфире в 6 вечера. Пока, друзья!